Родители учеников 32-й школы боятся за своих детей. Около учебного заведения слишком интенсивное движение, но нет светофора, и далеко не все водители пропускают пешеходов на переходе. Со своей проблемой родители школьников пришли на личный прием к городоначальнику. С подробностями Александр Вяткин. На пересечении улиц Декабристов и Никитина два нерегулируемых пешеходных перехода. Родители учеников 32-й школы, которые находятся рядом, уверены, этого недостаточно. Чтобы полностью обезопасить детей, здесь надо установить светофор. К тому же лежачие полицейские засыпало снегом, и водители эту неровность на дороге даже не замечают. Все необходимые знаки на подъезде к школе установлены, но водители их часто игнорируют. Одни просто не замечают, другие разобраться не могут. Перекресток изогнутый. Школьники тем временем стоят около зебры и ждут, когда автомобили дадут перейти или хотя бы перебежать дорогу. Ко всему прочему, дабы разгрузить улицу Добролюбова сюда, на Никитина, направили поток больших грузов. Чтобы решить эту проблему, родители учеников 32-й школы пришли на личный прием к мэру. Когда там объездную дорогу для фуры сделали, то есть они там начинают буксовать во время гололедных явлений. Легковые автомобили пытаются их обогнать. Ну, естественно, там даже взрослому пройти достаточно сложно. Ну, в такой день, особенно в рабочий, в нормальный день. Остановить лихачи родители надеются с помощью новых, более заметных знаков. Бывает с подсветкой пешеходные переходы. Либо, ну, в общем, все четыре стороны, чтобы были пешеходные дорожки. Для большей убедительности мамы школьников городоначальнику показывают фотографии. Рассказывают, к счастью, пока серьезных происшествий на перекрестке не было. И все же ситуацию без внимания не оставят, заверил Анатолий Локоть. Я дал поручение для того, чтобы проработали этот вопрос. Необходима консультация, прежде всего, с ГАИ. Думаю, что у нас есть серьезные аргументы для того, чтобы установить этот светофорный объект. Это потребует бюджетных средств затраты. Но мы на это идем намеренно для того, чтобы обеспечить безопасность школьников. Установка светофора – процесс долгий. Требует множества согласований. Но, возможно, электронный регулировщик появится около 32-й школы уже к новому учебному году. Александр Вяткин, Данил Смирнов. Новосибирские новости.